МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДОРОЖИТ КОГДА-ТО УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Станице Демской на базе Краевого центра Единоборств приступили к тренировкам кубанские самбисты и дзюдоисты. Занятия проходят на свежем воздухе на центральном станичном стадионе. Ежедневно в двухразовом режиме. С утра занимаются общей физической подготовкой, бегают кроссы и работают на тренажерах. Вечером уже более прикладная тренировка. Пока основной зал школы очень красиво оформленный, с идеальными татами, еще ждет фаната дзюдо, самбо и рукопашного боя. Мы же отметим его интересное расположение. Согласитесь, крупные города у нас даже немного избалованы спортивными комплексами. А вот станичные ребята нередко бывают в этом плане обделены. Так что появление столь серьезного центра в Денской не могло положительно не сказаться. Детей у нас более 400. Я уже думаю, эта цифра говорит о том, что этот центр был здесь необходим, потому что здесь очень много молодежи в Денской, активной молодежи, которая хочет развиваться, заниматься спортом. Из 400 занимающихся только 50 рукопашники. А того и тренерам под дзюдо приходится брать на себя довольно внушительные по численности группы. Скажем, у Юрия Годовникова почти сотни подопечных, но чемпионов даже в таком потоке умудряются готовить. Сыгрид, может быть, кроется в том, что те, кто уже чего-то достиг, с удовольствием помогают своим наставникам. Скажем, на той тренировке, где побывали мы, сыгриды приемов мальчишкам показывали две девушки, входящие в юношескую сборную России. Ребята, сами спортсмены, они имеют немножко свежий взгляд на борьбу. У них в голове какие-то новые вещи появляются, новые движения они видят, как-то по-другому воспринимают реальность. И они могут детям, скажем так, более доступно в некоторых моментах объяснить сам принцип раска, саму технику. У девушек, кстати, очень интересная история. Обе пришли к Годовникову очень давно. Мария записала секцию буквально за неделю до Маргариты. Вроде бы изначально у них равные возможности чего-то достичь. Но у Маргариты талант проявился сразу же. И она принялась крушить противников на татами, направо и налево. А вот у Марии долго ничего не получалось. Пятое и седьмое места на всех турнирах казались каким-то проклятием. Наконец, на первенстве России она выиграла бронзу, получив заодно и приглашение в юношескую сборную страны. Я занимаюсь до 13 лет. И это была моя цель. Мне очень хотелось попасть в сборную. И я вот каждый день в свою опросу с этой мыслью просыпалась, что если я вот не отберусь, то все, просто зря занимаюсь. 25 августа Мария вылетела в Москву и попробует доказать, что пригласили ее в российскую команду совсем не зря. Она и до этого всего добилась своим упорством, а теперь еще и поверила в себя. Даже начала вести некий видеоблог, где выкладывают применение приемов дзюдо в обычной жизни. Видео заключалось в том, что он здоровается с девочкой, я его приревновала и бросила его за это. И это видео очень сильно разлетелось по тиктоку, набрало, по-моему, 5 миллионов просмотров, может, больше я даже не смотрела. У Маргариты Шрайнер история побогаче. Она является просто гордостью центра. Ее портреты из завоеванной медали находятся в нем на самом почетном месте. Дзюдо с самого первого дня стало ей даваться удивительно легко. Впрочем, это видимая легкость. Были в ее жизни и ранние потери отца, и переезд в самый разгордество в другой регион. Да и мама, медик по профессии, узнав о спортивном выборе дочери, была изначально против него. Мама, когда узнала это все, окунулась, она прям против была, чтобы я этим занималась. Я водила меня к психологу, разговаривала со мной. Мне уже ничего не надо было, кроме дзюдо. Я сказала, если я не буду ходить тренироваться, я не буду учиться. Маме пришлось сдаться. Она всячески поддерживала свою дочь. Особенно эта поддержка сказалась, когда Маргарита получила серьезную травму и почти год восстанавливалась. Но затем вернулась на дадаме и принялась в привычной для себя манере собирать коллекцию медалей. Благодаря ей многие пацаны завязались борьбой, потому что у нее получалось хорошо, и они даже боялись с ней в пару вставать. Но у нее был очень сильный характер, она остается у нее за счет своего характера, за счет своего трудолюбия, за счет своей хорошей физиологии она добилась таких результатов. Но вернемся снова на тренировку, где девушки с позиции своего опыта рассказывают наугу побеждать начинающим спортсменам. Знаете, какая подготовка в дзюдо является одной из самых важных – акробатическая. Это очень координированный вид спорта, и уходить от приемов не менее важно, чем их проводить. Вообще дзюдо переводится как «гидкий путь». И зачастую не хватает просто физической силы для того, чтобы победить соперника. Бывают такие моменты, что соперник делает движение, бросок, и у тебя есть возможность уйти от броска только какими-то акробатическими элементами. Разумеется, в школе уже появились определенные династии. Нормально, когда старший брат вдохновляет своими успехами младшего. Степан младший Эдгара на 4 года, но захотел никак в спорте от него не отставать. Пришел в секцию и постепенно его уровня достиг. Брат, конечно, помог с этим. Он всегда мои сватки просматривает, уже знает, с кем я буду бороться. Уже просматривает моего соперника сватки, говорит, в какой стойке он стоит, какие броски он делает. И мне это помогает, и легче становится во время сватки. Сейчас российские дзюдоисты усиленно готовятся к первым играм в странах СНГ. Их проведение планируется в начале осени в Казани. Уже само попадание туда будет маленькой победой, ведь в каждом весе можно выставить только два атлета. Впрочем, Маргарита Шрайнер точно будет там участвовать. Постепенно, уверены в Денском центре единоборств, появятся и другие большие и маленькие звезды. Такая любовь к дзюдо не может пройти бесследно. Спорт в любом случае закаляет характер. И не каждый станет профессиональным спортсменом, но каждый станет достойным человеком. Поэтому, я думаю, главная цель, конечно, чтобы дети были более здоровы и проявлять правильные интересы с детства. Кубанские батутные школы довольно долго ждали выхода из карантина. Официально они функционируют меньше двух недель. 14 августа после соблюдения всех необходимых требований приступила, в частности, к работе спортшкола номер 3. Ее зал знаменит тем, что именно в нем начинали свой славный путь многие наши чемпионы. Спортсмены вернулись к тренировкам после продолжительной паузы. У всех разная физическая форма. И ее, прежде всего, следует привести в надлежащий вид. Наши и тренеры, и спортсмены отнеслись очень ответственно. Тренировки проходили в парках, в скверах, ну, то есть на открытых площадках. Поэтому каждый давал свои нагрузки, отслеживались. Нам присылали видеорепортажи. Мы тоже смотрели, контролировали. Слава Богу, вот сейчас, когда мы вернулись к деятельности, мы не потеряли спортсмена. Главная сложность, с которой сейчас сталкиваются тренеры, это отсутствие соревновательного календаря. Намечалось вроде в сентябре спартакиада школьников, но ее отменили. Сейчас ближайшие турниры, которые еще не исчезли из расписания, это лично командный чемпионат страны для взрослых и перенство России. Они намечены на ноябрь, и надеемся, что все-таки состоятся. Впрочем, столь внушительный соревновательный простой дает возможность провести работу, на которую в плотном графике не всегда есть время изучить и отшлифовать новые элементы. Мы стараемся, стараемся сейчас дать все, что надо спортсмену, для того, чтобы войти в форму. Но это, во-первых, очень сложно, и подойти к пику спортивной подготовки, я не знаю, не будем загадывать, но я так думаю, что это в лучшем случае к концу этого года. Чем всегда славился наш батут, так это династиями. Вот вам самый свежий пример – Карповы. Виолетте 15 лет, ее сестре Милене 11, брату Павлу 10. Прыжки на батуте – главное, что есть в их жизни. Ежедневно приходится все делать по четкому расписанию. Спорт тем и хорош. Даже если не получится по таланту сделать его своей профессией, он научит внутреннее дисциплине. Сестра моя, Милена, она постоянно, ну, она у нас самая, можно сказать, ответственная. Постоянно встает раньше всех, начинает нас будить, вот, что-то в этом роде. Я очень тяжело собираюсь на тренировки, особенно утренние, потому что постоянно хочется спать. Главные же династии, на которых держится весь кубанский батут – это Ейская Запорощенко и Краснодарская Дубко. У Виталия Федоровича, лучшего тренера мира 20 века, династия насчитывает уже 4 поколения. И из внучки он подготовил еще и отличного тренера. Юлия Сергеевна уже более 15 лет работает в школе. От своего великого деда она приняла главный урок. Нельзя отбраковывать спортсменов на любом этапе развития. Воспитать чемпиона – значит запастись терпением. Бывает так, что спортсмен может быть суперталантливым и перспективным в возрасте 8-9 лет, а потом постепенно как-то потерять этот запал. А дети, которые наоборот 10 лет не показывали никаких там каких-то высоких достижений, с возрастом к 18 могут перерасти в какую-то звездочку. Далее мы хотим вам представить одного из воспитанников Юлии Дубко, который как раз очень рано предъявил миру свой талант. Максиму Диденко всего 12 лет. И первый раз на батут он пришел всего 4 года назад. И представьте себе, за столь короткий срок он освоил программу, которая сейчас считается одной из самых сложных в этом возрасте в стране. Программа состоит из 9 двойных. Сложность коэффициента 12 баллов и 2 десятых. Самым трудным элементом для меня, я считаю, это 22 углом. И все-таки не будем кривить душой, по сравнению с нашим поколением начала века, мы немного сбавились своей позицией в прыжках на батуте. Во всяком случае, после Москаленко и Караваевой у нас не было олимпийских чемпионов. Как вернуть утраченные позиции? Один из тренеров краевого СОП предложил интересную идею. Почему бы не вернуть практику обмена опытом с кубанскими акробатами? В начале 2000-х две прославленные школы делились друг с другом необычными элементами. И это дало ощутимый качественный скачок в развитии видов. У нас как-то одно воедино было в зале мочуги, там мы тренировались тоже. Кто приходил на акробатику, приходил на батут. Ну и как бы наоборот, там вот смесь такая была. И опять же, и акробатика тоже координация, потому что и башни они делают. Конечно, сильные батутисты есть у нас и сейчас. Дмитрий Ушаков и Яна Павлова, Сусана Кочесок, Ирина Кундиус, Никита Федоренко. Из этого списка однозначно будут участники летней Олимпиады. А может быть и вся сборная страны будет состоять из кубанцев. Надеемся, что наши поедут в Токио за медалями. А еще мы рассчитываем, что кто-то из молодых батутистов, который мелькнул в нашем сюжете хоть на секунду, будущим станет большим чемпионом. И слава самого батутного региона в мире вернется на Кубань. Звездочки зажигаются, сказать особо, кто эти звезды. Маша Михайлова, Бегим Галина, Смирнов Денис, Неудача. То есть у нас есть еще имена, на которых мы можем и дальше равняться. Поэтому наш батут всегда славился, славится и будет славиться. Не так давно мы пытались выяснить, есть ли на свете чисто мужские виды спорта. И оказалось, таких нет. В следующей программе расскажем о его величестве в футболе, где женщины уже давно. Смотрите нашу программу и удивляйтесь, как богат на таланты наш край спортивный. Редактор субтитров А.Семкин